Алексей Борисович, подходит к концу 2014 год и у вас наверняка есть уже какие-то цифры по аварийности на дорогах Шушенского и Ромаковского районов. Озвучьте, пожалуйста, эти цифры. Значит, за 11 месяцев 2014 года на территории обслуживания отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МАД России и Шушенский наблюдается положительная динамика на снижение количества дорожных происшествий, где погибли либо пострадали люди. В России зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, что на 4,9% меньше аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем, значительно возросло количество дорожно-транспортных происшествий, в которых с участием водителей находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Значит, за 11 месяцев произошло 15 фактов таких дорожно-транспортных происшествий, что на 87,5% больше аналогичного периода прошлого года. Раз намечена динамика роста количества ДТП с участием пьяных водителей, какие мероприятия предпринимает Госавтоинспекция? Госавтоинспекция на регулярной основе проводит рейдовые мероприятия под условным названием «нетрезвый водитель» с целью выявления и пресечения нарушений, допускаемых водителями в состоянии опьянения. В последний раз такое рейдовое мероприятие мы проводили 12, 13 и 15 декабря. По результатам данных мероприятий 7 водителей было привлечено к административной ответственности. Всего за 11 месяцев текущего года мы привлекли 694 водителя к административной ответственности. Наложено штрафов на сумму 12 миллионов 490 тысяч. В преддверии новогодних праздников особое внимание Госавтоинспекции будет уделять выявлению подобных нарушений, то есть выявлению нарушений, допускаемых водителями в состоянии опьянения на регулярной основе. Также, повторяюсь, будем проводить рейдовые мероприятия, направленные на пресечение подобных нарушений. Надеюсь, что в новогодние праздничные дни народ будет у нас более бдительный и не управлять транспортными средствами в состоянии опьянения. Алексей Борисович, одним из приоритетных направлений отделов ГИБДД вообще по всей России является именно детский травматизм при дорожно-транспортных происшествиях. Расскажите, как дела обстоят у нас с этой проблемой в районе? К сожалению, несмотря на предпринимаемые меры Госавтоинспекции, детский дорожно-транспортный травматизм остается у нас на достаточно высоком уровне. Так, за 11 месяцев текущего года на дорогах межмуниципального отдела МВД России и Шушинский зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 13 детей получили ранения различной степени тяжести и двое детей погибло. В большинстве случаев данные дети являлись бы пассажирами транспортных средств и, к сожалению, без специальных удерживающих устройств, либо не пристегнутые ремнями безопасности. А какие меры предпринимает Госавтоинспекция, чтобы сократить количество детского травматизма на дорогах? Сотрудниками Госавтоинспекции проводился ряд соответствующих мероприятий, направленных на съезжение уровня аварийности с участиями детей. В настоящее время с 15 по 25 декабря 2014 года проводится Декада детской безопасности дорожного движения. Это заключительный этап, шестой, в этом году. Цель этого мероприятия – снижение уровня аварийности и особое внимание будет Госавтоинспекции уделяться на выявление нарушений, допускаемых при перевозке детей. К каждому мероприятию, практически к каждому, мы привлекаем детских инспекторов движения, привлекаем общественность. Данная работа находится на особом контроле в Госавтоинспекции. За 11 месяцев 2017 года к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей привлечено 688 водителей. Сумма наложенных штрафов составляет более 2 миллионов рублей. В преддверии новогодних праздников Госавтоинспекция поздравляет всех участников дорожного движения с наступающим Новым годом, желает безаварийной, безопасной езды и просим не забывать соблюдать правила дорожного движения.